АПЛОДИСМЕНТЫ Премию выручает художный руководитель одного из театров Петербурга, в котором играла, играет и будет играть Ольга Антоновна, Ольга Сергеевна, Виктор Минкова, Ривен Камьянов. Спасибо, Владимир Владимирович. Да меня слышно, я думаю. Какой самоубийник. Спасибо большое. Для меня большая честь, спасибо вам огромное, вручить премию Андрея Викторовича Лубеева, артиста, который помогал лично у нее строить дом на Садове и вручить актрисе, которая, по сути, этот дом построила. Потому что именно Ольга Сергеевна, Оля Ольвинка, пробивала это здание на Садовой. Ходила по кабинетам. Ходила к Анатолию Александровичу Собчаку. Я просто очень волнуюсь, а я могу рассказать интимную историю. 37 лет назад моя бабуля меня привела на спектакль «Комната» про Гинского. Я увидел очаровательную женщину, в которую сразу влюбился. Потом она еще раз меня привела на этот спектакль. Я сказал, бабушка, пока мы не дождемся этой женщины, я не уйду. И мы ждали волю служебного входа. Я действительно влюбился так, что не могу это понять все уже эти 37 лет. Потом я спросил Ольги Сергеевны, будучи маленьким кудрявым мальчиком. А что для вас сделать хорошего? Она сказала, пускай твоя бабушка сделает мне Наполеон. На следующий спектакль пришли с Наполеоном. Стоящим Наполеоном, естественно. И вот так вот спектакль «Комната» подарил мне встречу с очень любимым человеком. Оля, спасибо, что ты есть. Я никогда не мог подумать, что влюбившись в себя совсем юным маленьким мальчика, ты станешь для многих известных городов, как моя реченная тетя. До сих пор многие разбираются, родственница, ты не действительно ей, родственница. Что ты потом придешь в театр «Привет комедианта» и сыграешь старомотную комедию с Петром Сергеевичем Вильяминовым. Потом ты сыграешь спектакль «Недосягаемая». Потом ты выйдешь на сцену в спектакле «Падали. Игра королей» с блистательными твоими партнерами Хоряшинова-Паршина. И у нас еще много чего впереди. И еще себе хочу сказать на этой сцене. Что вот тот театр, который здесь напротив, это твой театр. И ты все равно, что бы то ни было, останешься его примой и ведущей актрисой. Я тебя люблю. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ В премии Андрея Толубеева присуждена Ольге Антоновой за честное полувековое служение театру и блестящее сценическое воплощение принципов актерской школы Бориса Ольговича Сона. АПЛОДИСМЕНТЫ Я вам очень коротко скажу, дорогой Андрюша, мне и больно, и прекрасно, и уютно получить в этом городе в сезон моего юбилея театральной деятельности. АПЛОДИСМЕНТЫ Именно твою премию. Такая актерская работа дурацкая. Вкладываешь в совершенно неизвестное существо, незнакомое прежде тебе то, что ты не додаешь своим любимым семьям, родным, детям, даже коту. То, что ты рождаешь, откапываешь, вырубаешь, вытаскиваешь откуда-то, неизвестно из каких залежей, и отдаешь этому незнакомцу, который из бумаги влезает и говорит, что ты будешь сейчас я и все такое прочее. И ты все свое богатство и ощутимое, и неощутимое, и неоткрытое, и открытое отдаешь этому существу, и потом это все пролетает в вечер, самый страшный, злеудачный вечер. И никто никогда, ну может там где-нибудь, где сейчас Андрей, это как бы зачитывается и кому-то польза от этого. А так ты выходишь опустошенный, отданный на растерзание незнакомой публики, незнакомому этому своему действующему лицу, и ты пустой, и беззащитный. И ты идешь домой, и на этом все кончается. Прямо, с другой стороны, есть такая частица, которую я тебе, я не знаю, думаю, еще нет названия, она направляется вам в зал. И вы, если чувствуете меня, вы рождаете в ответ, и чем больше народу, тем больше я могу на эту частицу опереться. И какой-нибудь великий актер сумеет подняться, и может даже пролететь перед вами. Какая-то энергия. И когда я поняла, что у меня два года остается до 80, я поняла, что надо как бы бежать, бежать, бежать куда-то. И тут мной заинтересовались мужчины. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И мне интересовали все, и один старичок сказал, что не желаете ли вы не собирать меня? Вот я такой старенький, я такой смешной, и меня придумал один великолепнейший писатель, ваш петербургский изучник. И я ему сказала, что, ну, конечно, все старушек не переиграешь. И я согласилась, и у меня такая есть мечта и надежда, что, может быть, вы придете ко мне на этот спектакль, и я вам сыграю этого старичка, который меня выбрал. Спасибо. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Здесь почти все люди профессиональные и близкие к профессии. Мы с вами знаем, что в театре всегда рывки и ступени отсчитывались одному неуловимому качеству, которое вовсе не доказуем. Ни один сразу же суд не примет достоверного вердикта по спору в этом вопросе. По счету правды родился Станиславский, по счету правды открылся Современник, по счету правды работал Георгий Александрович, по счету правды работал Фоменко, с которым Анна Сергеевна имела честь репетировать, по счету правды работал Якимов. Вы это тоже прекрасно знаете. И Петербургу в этом отношении тоже катастрофически повезло. Наш следующий номинант... Впрочем, взглянем на экран.